Иисус был способен управлять своей командой. Вот почему Он заплатил такую высокую цену, что мы здесь сегодня и празднуем. Иисус не хочет, чтобы кто-то из вас закончил свои дни, говоря, «Я должен был бы, лучше бы я, мне надо было бы». С Пасхой вас. Вы сегодня здесь, а ваши дети дома. Вы не можете сказать им, «Пошли со мной». Они спросят, «А что ты празднуешь?» Но зато вы лидер среди других детей. Вы наставляете других детей, даете им указания. Мы хотим использовать кратчайший путь. Но жизнь – это марафон. Вы хотите быть Божьим человеком? Следуйте Его процессам. Ничего хорошего не произойдет без дисциплины. Вот почему Иисус пытается построить хороший характер сейчас. Чтобы когда вы достигнете места своего назначения, вы не потерпите крах и разрушение. И чтобы вы не потеряли все. Многие потеряли все сегодня. Вы видите, как в мире люди поднимаются и теряют все. Величие полностью потеряно. Известность, знаменитость полностью утеряны. Потому что мы не следуем процессу. Скажи соседу, «Я знаю, почему я прохожу то, что я прохожу». «Бог занят созиданием моего характера». Этот характер поможет вам, когда вы достигнете своего предназначения, вынести и выстоять в испытании временем. Что с моим бизнесом? Почему он никак не наладится? Почему у меня нет работы? Что не так? «Я болен, но я же христианин». Спросите Бога, для чего? Возможно, Бог занят созиданием вашего характера. Повторите за мной. Бог старается созидать характер сейчас. Я вас не слышу. Это сейчас должно быть записано за главными буквами. Бог старается созидать характер сейчас. Если вы не обретете этот характер сейчас, то все, что вы достигнете, вы, скорее всего, потеряете. Характер – это тоник. Вы ничего не сможете удержать надолго без характера. Характер – это масло в светильнике. То, что вы достигаете, это огонь, который горит. А масло в лампе – это характер. И если нет масла в светильнике, что произойдет? Он потухнет. Кто имел влияние – потухнет. Слава – потухнет. Популярность – потухнет. Куда подивался этот человек? Его нигде не видно. Масло высохло. Это характер. Масло в светильнике – это характер. Вот как светильник производит свет. Светом могут быть деньги, известность, то, это, президент, министр. А масло внутри светильника – это характер. И когда масло высыхает, весь производимый им свет вскоре исчезнет. Поставьте светильник на свой стол. Пусть это будет символом того, что свет – это то, в чем вы развиваетесь. А масло внутри светильника – это характер. Каждый раз, когда вы забыли долить масло, свет потухает. Это ваша жизнь. Поставьте лампу на свой домашний алтарь. Это будет символом для вас. Вы – этот светильник. У меня на алтаре стоит светильник. У нас есть электричество. И люди спрашивают, для чего эта лампа? Это символ. Когда масло постепенно высыхает, свет начинает тускнеть. И по этому тусклому свету вы можете определить, что происходит в жизни многих из нас сегодня. Если света недостаточно, это приводит к проблемам. Там, где вы должны были дать миллион наэра, вы даете пять тысяч наэра. А что не сделано хорошо, не сделано вообще. И вас начинают называть плохими словами. Вы не знаете, что делать дальше. То, что у вас есть, этого уже не достает. А все потому, что масло высохло. Мы говорим о значимости Пасхи. Что такое Пасха? Он пошел за вас, чтобы сделать вас пригодными, сделать вас соответственными, чтобы сделать вас другом Божьим, чтобы вы могли вечерять с Богом. вы все еще можете восстановить свой путь и все исправить. Некоторые из нас и небольшим своим домом не могут управлять, а являются главами компаний. У вас есть деньги, влияние, но вы проиграли своих детей наркотикам. Вы проиграли своих детей боевикам и миру. И вы смотрите назад. Но еще не поздно. Ничего хорошего не произойдет без дисциплины. Мы смотрим на все наши слабости и ошибки и говорим «Со мной не произойдет то чудо, что произошло с другими. То, что происходит во имя Божье, не связано с вашими слабостями или ошибками, но с тем, что Иисус достиг, что Он сделал для нас. Он сделал тебя соответственным. Я говорю, это чудо может случиться с тобой во имя Иисуса. Если сатана захочет украсть свое благословение, он скажет тебе «Это из-за твоих слабостей». И он тут же напоминает тебе твои слабости и ошибки. И когда это приходит в твое сердце, знай, это работа сатаны. Скажите, Бог подготовил меня заранее, прежде, чем подвергнуть испытанию огнем. Можешь поздравить своего соседа с Пасхой. Я говорю вам, что Слово Божье становится частью нас через размышления. медитация. Смотрите, порой я бываю один, и я размышляю. Я уже говорил, что вчера я смотрел футбол. У меня было свободное время. Это не грех. Я сидел и смотрел, держа браслет в руке. И там говорят, седьмой номер, Иисус, Иисус. А? Какого Иисуса вы зовете? Может кто-нибудь поделиться, что он усвоил из этого пасхального послания? Вот вы, расскажите нам о ваших детях. Иисус не хочет, чтобы вы преуспели проиграв своих детей наркотикам. Да, Иисус не хочет, чтобы я преуспела, но потеряла своих детей. Поэтому я должна работать над своим характером и над своими детьми и над их духовной жизнью. Я подойду к вам поближе, потому что мне нравится, что вы говорите. Иисус не хочет, чтобы вы преуспели и проиграли своих детей наркотикам. Он не хочет, чтобы вы преуспели финансово и проиграли своих детей боевикам. Он не хочет, чтобы вы преуспели, проиграв своих детей миру. Что вы хотите по этому поводу сказать? По милости Божьей, я учу их Божьему пути. И они слушают вас? Да, по милости Божьей. Ваша дочь слушает вас? Да, по милости Божьей. Не надо так часто повторять по милости Божьей. Когда христиане говорят, по милости Божьей, я это сделаю, они лгут. Это выражение их сомнения. Когда кто-то говорит, что по милости Божьей он придет туда, это значит, что он сомневается. Теперь, услышав это послание, когда вы вернетесь, вы знаете, что вам надо делать, как послужить этой дочери. Хорошо? Вам надо работать над ней, иначе вы можете потерять все. Спасибо. 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 Спасибо.